Всем привет ребята, меня зовут богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня у меня максимально агрессивный контент. Не думаю, что кто-то вообще понял, что только что произошло с Риплом. Рипл теперь зарегистрирован как компания и бизнес в Вайоминге. Этот штат известен своими прокриптовалютными законами, а криптовалюты в нем и вовсе освобождены от налогов. Это очень мощная новость, которая на первый взгляд может таковой не показаться. Но около 5 месяцев назад, в сентябре прошлого года, криптобиржа Кракен стала первым цифровым банком в США. Это первая биржа цифровых активов, которая получила банковский чартер. И сделали они это тоже в Вайоминге. И офис у них находится тоже в Вайоминге. И теперь мы видим, что Рипл зарегистрирован как компания тоже в Вайоминге. Как думаешь, что вот-вот должно произойти? Мне кажется, Рипл идет по стопам Кракена, и он вот-вот станет банком цифровых активов. Думаю, это будет вторым логичным шагом для него в Вайоминге. Думаю, что Рипл получит чартер в Вайоминге. И еще я думаю, что мы наконец-таки увидим то самое IPO, которое нам так долго обещают. И кроме этого, я еще думаю, что этот судебный иск СЕК против Рипл просто отвлекаловка от того, что на самом деле происходит. А происходит финансовый сдвиг. И никто этого не видит, потому что отвлечены этой чепухой. СЕК судит Рипл за рыночные манипуляции, но сама же ими и занимается. Все равно, если бы преступник судил преступника. Бред. Полный бред. В октябре прошлого года я снял видео о том, что Рипл готовится стать банком. Ох, сколько же комментариев от хейтера Рипла я тогда начитался. Но как ты думаешь, зачем я вообще каждый день сажусь перед микрофоном и рассказываю все эти видосы? Чтобы получить лайки и просмотры? Да даже если бы их не было, я бы делал свое дело. Если бы я хотел больше лайков и просмотров, я бы в эту сферу даже не полез бы. Есть гораздо более популярные темы для видеороликов на ютубе. Но вместо этого я выбрал криптовалюты. Биткоин. Эфириум. Полка Дот. И в частности, одну из тех, которую ненавидят больше всего. Это Рипл XRP. И вот спустя 4 месяца, похоже, Рипл сделал первый шаг в этом направлении. Рипл сделал первый шаг в сторону того, чтобы стать банком. Следующий шаг это проведение IPO. И, конечно же, самое главное препятствие это суд SEC и регулирование в Соединенных Штатах. Все ведет к тому, что однажды самое многострадальное сообщество в криптомире, а именно XRP сообщество, получит огромное вознаграждение за свое терпение. Сегодня предварительное слушание по делу SEC против Рипл. Вот что тебе скажут хейтеры. Вот о чем тебе напишут новостные сводки. А вот то, о чем они промолчат. Рипл работает с центральными банками. Джеймс Уоллис, вице-президент Рипл Х по связям с центральными банками и цифровыми валютами центральных банков, говорит, что сотрудничество продолжается и углубляется. Я даже представить себе не могу, что может произойти, когда Рипл получит четкую и ясную регулятивную позицию. Я даже представить себе не могу, что может произойти, когда начнется тот самый бычий рынок, о котором я предупреждаю не первый раз. Не спекулятивный булран, а рост из-за использования криптовалют. Это абсолютно разные вещи. Сейчас мы находимся уже в спекулятивном булране, как я говорил ранее. Это легко можно доказать одним единственным графиком, на котором видно, что недавний рост биткоина уже не вызван институциональными инвесторами, а лишь розницей и печатанием тезера. Нужно быть предельно осторожными, пишет Уэйл Секл. Но манипуляции и спекуляции это неплохо. На рынке так много альткоинов с малой капитализацией, которые периодически пампятся и дампятся. Их нужно искать, спекулировать, фиксировать прибыль, а затем покупать настоящие победители. Например, биткоин. Как выбрать альткоин для покупки? Используй эту диаграмму. И выбирай не точку максимального финансового риска, а точку максимальной финансовой возможности. В этой точке обычно никто не хочет покупать. Все ненавидят актив. Говорят, что ему конец. А в этой точке все чувствуют эйфорию. Посмотри на Маниграм. Маниграм был умирающим бизнесом, когда где-то вот здесь он подписал партнерство с Риппл. С тех пор он вырос почти в 10 раз. Банков Америка также является партнером Риппла. Уоррен Баффет распродал все акции американских банков. Он продал акции JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, но не Банков Америка. Очень странно, не так ли? Но я не вижу ничего странного. Я вижу холодный расчет. И теперь 20 часов назад мы видим вот эту отличную новость. Но есть еще один небольшой секрет, на который сообщество почти не обратило внимания. Но прямо сейчас я исправлю эту оплошность. Этот секрет называется Flare Networks. И тот самый известный airdrop токенов Spark. Если мне не изменяет память, у нас есть времени до 11 июня 2021 года, чтобы подать заявку на получение спарков на холодных кошельках. Если ты держал Ripple XRP во время снапшота в декабре на балансе биржи, которая поддерживает airdrop, ты постепенно получишь свои спарки. Я думаю, что есть большая вероятность того, что когда-нибудь эти токены будут стоить около сотни долларов. Когда будут способы использования. Когда платформа Flare Networks будет интегрирована не только с Ripple, но и с эфиром, лайткоином, биткоином и так далее. Когда, наконец-таки, регулятивная ясность наступит. Когда? 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 Так много, как да. Но ты же не думал, что это будет так просто. Это не будет моментально. Это не будет буквально завтра. На это уйдет немало времени. Но каковы риски? Эти токены мы, как холдеры XRP, получили совершенно бесплатно. Я так и поступлю, не продам ни одного спарка. Просто подумай, если ты держал 10 тысяч XRP на бирже во время снапшота, а ты получил 10 тысяч спарков просто так. И если один спарк вырастет до 100 долларов, ты получишь миллион долларов. Бесплатный миллион долларов. Но Flare Networks не только даст нам эти токены, не только даст нам бесплатную раздачу, не только работает для развития криптопространства, но также даст нам возможность делегировать токены спарк для пассивного заработка на них. Я знаю, у многих из вас в портфеле не одна криптовалюта, и я хочу, я хочу, чтобы каждый из вас зарабатывал столько на стекингах и делегировании, что больше не пришлось бы трогать саму криптовалюту, только лишь проценты с нее. Это цель, которую я ставлю и себе, и тебе. Я знаю, что будут писать в комментариях. Спарк за 100 долларов это чушь. Посмотри, что стало с Binance Coin, когда они сделали экосистему Binance Smart Chain. Что стало с эфиром? Flare Networks это смарт-контракты, DeFi и новейшая технология. Эта технология подразумевает собой то, что экосистема Flare не требует спарк для работы, но спарк является ее дополнением. В экосистеме Flare существуют F-активы, а токен Spark является для них залогом. То есть XRP в этой системе становится подкрепленным спарком F-XRP. Litecoin, соответственно, подкрепленным спарком F-Litecoin. F-Ethereum, F-Bitcoin тоже в планах этой системы. Об этом я уже говорил в одном из своих видео. Я даже вставлю из него отрывок. Не подумайте, ни я, ни сам Ripple не пытаемся уничтожить эфир вслед за XRP. Нет, мы пытаемся поднять все крипто-пространство. Вот почему был создан Flare Networks, принесший токены Spark и смарт-контракты на XRP. Вот почему к Flare Networks присоединился и Litecoin, DogiCoin, потенциально и сам Ethereum, а в будущем и Bitcoin. Черт возьми, неужели кому-то до сих пор непонятно? Мы здесь строим институциональный фундамент для целой новой криптовалютной финансовой системы. Понятное дело, закостенелая старая система будет нам мешать. И нам придется идти до конца. Друзья, это именно то, куда все идет. Люди, которые будут заниматься стекингом Spark, будут зарабатывать F-активы. Что это значит? Если ты стейкаешь токен Spark, ты сможешь получать, например, XRP. Или Bitcoin, Ethereum, Litecoin, даже DogiCoin. Теперь, я надеюсь, ты улавливаешь суть. Ни один другой существующий протокол, включая экосистемы Ethereum, Binance, Polkadot и так далее, не может предложить такого. И теперь самое главное, все это является частью экосистемы XRP. Flare Networks, по сути, это смарт-контракты и стекинг для всех. Абсолютно для всех. Для Bitcoin, для Ethereum, для XRP, для твоей любимой криптовалюты. Но кроме этого, ты зарабатываешь на Spark путем делегирования своего голоса в экосистеме Flare Networks. Я знаю, ты сейчас абсолютно ничего не понял, и это нормально. Я даже примера показать не могу, потому что это все находится в разработке. Но когда это все будет запущено, я обязательно углублюсь в эту экосистему глубже. Я тебя прошу только об одном. Не недооценивай те Spark, которые мы получили за просто так. Когда вся эта экосистема будет работать, появится множество людей с синдромом упущенной выгоды, спешащих купить Spark ради всяких плюшек. А множество из нас на тот момент уже давно будут владеть Spark'ами. Причем за бесплатно. Надеюсь, после этого видео ты хотя бы немного шире стал видеть всю картину. А меня зовут Богатейший Ди. Если видео тебе понравилось, поставь лайк, мне будет приятно. Каналу это помогает расти как обычно. А также подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Комментируй, делись видео с друзьями обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok